Почти приехали Да, иди в день уйти Всё, я приехала, сейчас нас позвонок Машину припарковала Бахину приготавливала Он не может его больше ищить Я говорю, мы хоть к ветеринару отвозили Нет, 4 дня, в общем, он его бицелином лечил Я тоже Мне кажется, он не интересен Мне кажется, он не интересен Кажется, даже он этот Как он называется? Да, есть прещина Может, мне кажется, даже оскольчатый Ну, без Волжен страшно Да А нашли его? Ну, мне мужчина его привёз Ты волонтёр? Да, да И вот, смотри Он раздроблен первые шлины Он может вообще не ходить А может и ходить Сложно сказать Как компрессирован Гал, посмотри, пожалуйста Лёгкие Нормально Как компрессирован спинной мозг Очень сложно сказать Сдавливать Видимо одно Иногда бывает смещение небольшое Потом животное ходит Иногда бывает нет смещения У меня совсем животное Оооо Кузя не буянь Кузя не буянь Кузьма Кузьма Ты посмотри какой противный кот Да Ой-ой-ой-ой Какого противного мы взяли Сиди Сиди Кузя Сиди Кузь что будем делать оставлять желательно да ну смотри тут 10 дней но в копейку хорошего будет сколько будет вот сейчас я тебя посчитаю улечка козелечка козелечка что это сушкам на 12 до 10 дней до кормить все же будет естественно я могу девочку через пять дней как это меняется да да давайте чем оставляем и давай все вдруг часть с ним что-то случится я не смогу первую помощь оказать стационар 10 дней будет освобожусь искупаю его дам таблетку а грелочка там есть типа не замерзал будет помещение это я сейчас искупаю не воняло не шанс у него есть совершенно он шевелит лапами он крутит башкой он пытается вставать да пока кладите конечно по приезду тогда все сформируем чеки спасибо ну надеюсь да должен быть две хорошо спасибо вам до свидания как вы понимаете я отдала 12000 господи просто вот знаете притащили кота и гаяна пошла вот все деньги тратить туда ну в общем знаете почему потому что мне сказали что шансы есть там один главный кусок я не засняла главный кусок когда очень важные вещи говорили я думала снимаю я не снимала короче сказали что операцию тут никто не сделает только в москве или в питере то она выйдет несколько десяток тысяч рублей на позвоночник там еще нужно кт мт какие-то делать узи какие-то делать и я такая в шоке как это ну я сама спросила про операцию а потом он говорит мол само зарастет само заживет без проблем то есть он же ходит они сперва напугались конечно что он таком состоянии потом они видят что он почти ходит он встает то есть когда она может эта трещина сама зарасти ну вот в общем я доверилась врачам отдала ребят я не хочу больше брать этих котов на себя то есть да такую как черничку можно она почти было непонятно очень легко было пострадавшие поэтому я за нее взялась таких котов мне нереально тяжело если он останется у меня или что-нибудь с ним случится какие-нибудь ухудшения я не ветеринар я не смогу оказать первую помощь вот пусть они и оказывают я прям полностью им доверяю вот саврополе хорошо ухаживали за лютиками ему все сделали да просто лютика было мало шансов и нам везде говорили что лютика очень мало шансов у лайки мало шансов говорили в этой клинике ему сказали что у него и шанс есть я буду звонить узнавать как он он сам лично будет его сейчас купать ухаживать ставить грелочки то есть понятное дело чтобы кот поправился нужно за ним ухаживать и пропустить это на самотек больного кота и я не думаю что они это будут делать то есть я уверена что это все будет по совести и все как надо и поехала в ставрополь потому что у нас тут есть тоже клиника со стационаром и я и доверяю и опять же говорю я нереально устала и поэтому я вот я его дала как бы вот на что мне сил хватает я буду делать но ездить ставрополь опять зачем если у нас тут есть своя клиника хорошие вроде как я еду домой сейчас должна быть фотосессия постараемся хотя бы сегодня сделать фотосессию я наконец покупаю билеты на среду я все хочу среду уехать потому что во вторник вокал я уезжаю среду ну что ребят вещая вам с москвы хочу сказать что звонила я на стационар про сегодня уже третий день как он на стационаре вчера я звонила и сказали что состояние у него ухудшилось в плане того что они не знали он они думали что он сам ест но он сам не ест не кормят его со шприца операцию они там сделать не могут кажется нереальным его отправить в москву или в питер пошли то эти операции от москвы или в питере это будет стоить очень дорого пример здесь его лечить делать эту сложнейшую операцию потому что здесь то ли у него скольчатый перелом то ли у него просто трещина то ли что но есть он сам не ест я бы хотела конечно чтобы они сделали ему анализ на в плане того если у него иммунитет или нет а то будет как с лаки сколько потратились оказывается него просто нет иммунитета но еще серьезные травмы самое сложное что сейчас заключается конечно могу вас попросить помощь чтобы сказали самую лучшую клинику там в москве я понимаю что наверно будет самая дорогая и не знаю какие у вас там цены и оселю ли я или даже с вашей помощи осилю я это или нет дело в том что чтобы его перевести в москву на самолете я так поняла не получится потому что там от клиническое здоровое животное животное колледж от бешенства должно пройти месяц и потом только можно в самолет там понятное дело что код при смерти какой там клиническое здоровое животное вроде машину как я тоже нашла который отвезет на проблема состоит в том что два раза в день они делают ему капельницы и 2 и сколько-то раз день они его кормят через шприц дорога в москву на машине составляет одни сутки 24 часа естественно что эти 24 часа два раза ему должен туда поставить капельницу пока он будет ехать и комиссии со шприца ладно отметим эту капельницу будут пусть поэт и кроме со шприца как-нибудь этот день но кто этот человек то будет делать например я найду водителя а кто этот человек который будет сопровождать его в дороге в этом и состоит вся проблема вся проблема и поэтому если мы не найдем этого человека ну я не знаю что делать я приехала сюда отдыхать москву хотя бы немножко разгрузиться потому что я больше года работу без одного выходного но в итоге отдыха мне не видать и никак я теперь переживаю за кузю и надо как-то решать с кузей в общем я прошу помощи людей вас вот кто меня смотрит найдись тот человек который сопроводит кузю и будет делать ему эти процедуры пока доедет и так может есть какие-то организации или что я не знаю как это сделать